Итак, мы приехали в Мартлок и тратим заработанные очки нафармленные. Как видим, можно купить 6 каменных сердец, 6 и 5, 30, но около 300 тысяч, где-то они сейчас поменьше стоят, 250. Либо плащи, о, гербы, 48 штук. А они стоят тысяч по 20. То есть это почти миллион, как видим, намного... Ну, не почти миллион, 1700, где-то так я прикидываю на глаз. Намного выгоднее покупать гербы, что, собственно, мы и делаем. Покупаем. Соответственно, очки у нас сбросились, но репутация... репутация осталась. И чем выше у нас будет репутация, ну, тем более высокого тира мы можем покупать предметы. Ну, в частности, высокого тира гербы, либо можно купить детеныша барашка. Это, в общем-то, заготовка для маунта. Там маленечко другой барашек. Здесь снежный баран, а там какой-то другой. Ну и все, едем обратно в Корлеон. Там выставляем на продажу, а может быть и сразу даже продадим гербы. Посмотрим, что будет по ценнику. Ну вот, я приехал в Корлеон. Словил баг. Посмотрите. Впервые. Ну, я первый раз вижу такой баг, и вы видите, даже тени нет. Я просто управляю козлом. Персонаж не присутствует в этом деле. Неинтересно, интересно. Интересно, сейчас отлагает, нет? Отлагало. Персонаж появился. Так, смотрим. О, ценник. Кто-то демпингует, причем ужасно топорно. Посмотрим. Продажи. 16. 17. За 7 дней. Ух ты, они 10 стоили. Потом подпрыгнули. Ну ладно, выставим за 17.299. Ну вот, 813 тысяч. Ну что ж, будем молиться, чтобы все продалось удачно. И посмотрим, что есть на продаже у меня на рынке. Катализатор, артефакт для какого-то посоха. Посох обреченности. Надеюсь, что продастся. Это сразу даст 350 тысяч. Ну и тут всякая разная мелочевка. И сапоги солдата 10 штук. По 301... По 31 тысячи 300 тысяч. Плюс тут... И вот они тоже упали. Кто-то демпингует. Что за... Интересные люди, конечно. Ну... Черт с ними. Они и так упали в цене. Ну это не я один. Слежу за рынком. Кто-то решил начать их производить и продемпинговать рынок. Ладно, тоже будем надеяться, что они продадутся. Это 300 тысяч плюс... Плюс тут еще 100 тысяч. В общем-то, 400 тысяч здесь. Здесь еще 100 тысяч. Полмиллиона. Да тут 800 тысяч. Ну, в общем, на рынке гипотетически больше полутора миллионов. Это, конечно, приятно, но... Сейчас я испытываю проблемы с деньгами. Из-за того, что записывал видео и... Закупил... Броню платную. Всех видов. И некоторые вещи оказались слишком дороги. Чересчур дороги. Так, сейчас посмотрим. Вот они. Все эти сеты. И вот... Что-то из сета вершителя стоило очень дорого. Королевская какая-то, по-моему. Шлем 100 тысяч стоил. Броня тоже там. Ну, в общем... Пришлось потратиться. Ну, и весь... Весь практически свой капитал я слил. Осталось вот... Вообще оставалось 60 тысяч. Но перед этим я все-таки открыл восьмую риверку. Ну, это было... Ну, в общем-то, добыто. Опять же, в соло. Опять же, на кровопуске. Кровопуск. Почти Т7. Открыты кинжалы. Благодаря ношению кровопуска. 56 из 100 ношения. Ну, почти 57 уровень. В общем, осталось немного до 60-го. А это Т7. Т7 стволы. Ну, и также... Практически прокачаны куртки. В общем-то, больше ничего я и не добился. За это время. Но заснял полностью материал. Для гайда. Осталось его нарезать. По-нормальному переозвучить. Или не переозвучивать, но нарезать. Ну, в общем... В общем, как-то так. Рассказать-то, в принципе-то, я особо нечего, кстати. Барашек. Показался хорошим ездовым животным. Довольно быстрый. Плюс, если постоянно использовать прыжок. Ну, неплохо перемещается. Конечно, не так, как хаски, но... Но, немедленно. До Мартлока я очень быстро сгонял. Так, что тут еще? Смерти, смерти... Убийство. О, да! Кстати, когда я открывал восьмую мастерку... Мне повезло, я вольнул вот такого вот чувака. Одетого в Т-8. Копье. Наверное, у него еще что-то было в инвентаре. А может быть и нет, но... 239 фейма. Как это все произошло? Наши парни... Качались... В одном из данжей. Я бегал сверху и... Формил мобов в соло. Ну, и так получилось. Совпало, что я... Прокачивался на внешке... Ну, забежал на внешку данжа. Ну, в котором качались ребята. И увидел, что едут... Вот эти вот Виа Токсик. Это, по-моему, поляки. Если мне не изнаменяет память. Из боксов. В общем, едут они. И я от них на внешке свалил. Донес информацию чувакам, которые качались там внизу. Они встретили этих токсиков. Я от Виа Токсиков забежал в спину. Ну... Ну... Это... В общем-то... Было уже поздно. Наши парни уже развалили эту пачку токсиков. И... Мне достался вот только вот этот вот танк с копьем. Который даже не стал меня оттачить. Но он хотел убежать. То есть выйти из данжа, получить бабл, сесть на лошадь и свалить. Но он не отывейдил. За ним гнались наши. И, в общем, я его просто затыкал кьюшкой до смерти. В общем-то, такой веселый эпизод был. Ну, а так больше и нечего-то рассказать. Остается ждать, когда продадутся вещи, чтобы... Ну, не вещи, а ресурсы. Чтобы снова оказаться в плюсе. Ну и, наверное, уже не имеет смысла фармить соло. Надо заниматься чисто групповым контентом. Потому что соло-фарм вот на таких цифрах... Уже когда надо, чтобы одну мастерку 200 тысяч фейма. Здесь 250, а получается кач в 150 тысяч в час. Ну, это уже неэффективно совсем. Правда, вызывают вопросы... ...возможность прокачки кровопускателя в группе. Потому что, ну, не очень почему-то охотно берут его в пати. Хотя... Хотя, дамаг-то очень даже неплохой стремительный удар. Плюс вот эти ножи, плюс вот эта порезка брони. А если ещё и одевать куртку лазутчика... В общем-то, в сумме получается неплохой урон. Я не знаю, кто так... Ну, дамажит подобным образом. Не, ну, конечно же, есть те, кто дамажит намного сильнее. Просто здесь он и в ПВП будет силён, если вдруг кто-то придёт. Плюс имеет вот неплохой урон по мобам, как заливка работает. И ещё и даёт порезку. Ну, в общем, не знаю. Посмотрим. Возможно, я попытаюсь донести до некоторых РЛов. Такие простые истины. И покачаю кровопуска. Ну, а если нет, то танк, почему его и нет? Да, и в принципе, можно кем угодно ходить. Это интересно. Ну, а пока... Всем пока. Так. А, ну или нет, ещё не пока. Что я ещё сделал? Ещё один раз слил энергию крафтинга. И вот прокачал до пятого уровня создания сапог. Создание сапог. И ещё я поперерабатывал маленечко металл. Тоже скоро-скоро пятый можно будет перерабатывать. И из пятых же слитков крафтить сапоги. Пока на сапогах упор. Играю очень мало. И этим персонажем и основным... Вообще буквально захожу просто... Чтобы сделать дейлики. По сути. В общем, времени не хватает. Ну, доделаю первый гайд. Я думаю, там будет попроще. Я уже продумал, как сделать ещё парочку. Ну, как будет это более эффективно. Так что... Спасибо всем, кто смотрит. Кто смотрел сейчас. Кто смотрит постоянно. Ребята, подписывайтесь. Ставьте лайки. Задавайте вопросы. В общем... В общем, на посаран. И удачи в игре. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok